Сегодня мы с вами узнаем, как с помощью небольшого устройства из свиста можно отыскать свои ключи или другие вещи, которые вы потеряли. Из новостного блока вы узнаете, почему компания Microsoft сворачивает поддержку Skype для Smart TV, как нейросеть от Google AlphaGo одержала победу над чемпионом по игре в Go Лисидоле, насколько сильно нагревается третья модель Raspberry Pi. Ну а в рубрике концепты вас ждет устройство под названием Tiny Stick, которое позволит вам приклеить одну вещь к другой. Как? Узнайте, если посмотрите выпуск до конца. Не переключайтесь, мы начинаем. На первом месте в списке самых часто теряемых вещей находятся пульта телевизора. На втором – ключи от квартиры. Причем первый найти достаточно легко, потому что он теряется в ограниченном пространстве. А ключи найти порой бывает достаточно тяжело. Мир электроники давно обратил на эту проблему большое внимание, и с недавнего времени в продаже появились вот такие вот штуки. Для чего они? Сейчас покажу. А теперь смотрите. Мы нашли ключи. А вот что это за штука такая? Что находится внутри нее и как она работает? Поподробнее об этом вы узнаете после небольшого блока новостей. Главной новостью прошедшей недели стала схватка чемпиона по игре в Гоу Лисидоля против нейросети от компании Google под названием Альпа Гоу. Сражение было захватывающим, за ним много кто следил, и программа Гаджет в том числе. Нейросеть от компании Google одержала три победы над чемпионом. Как бы ни старался спортсмен, алгоритм был всегда на шаг впереди. Три победы ознаменовали безоговорочную победу машины над человеком. Это доказало, что нейросети способны на многое. После такого Google заявила, что уже знает, для чего будет готовить свою разработку. Как вам такое? Сражение против знаменитых игроков в Старкрафт. Вот уж где будет задор и ожесточенная схватка. Уверен, что за таким действом наблюдающих будет в разы больше, чем за партией в Гоу. Но вернемся же к истории с Альфа Гоу и Лисидолем. После сражения чемпион сыграл с машиной еще одну партию. И вы не поверите, но он одолел ее. Так что человек все же способен победить такую интересную разработку, как нейросеть. Жаль, что не с первого раза. Уже после объявлений о своих ближайших планах на разработку, Google поделилась планами, так сказать, на будущее. На иросеть планируют объединить с умным помощником. Обучаясь и модернизируясь, технология сможет помогать человеку в обыденной жизни. Прекрасная задумка. Ждем реализации. Неприятные новости для тех, кто еще до выхода Raspberry Pi 3 решил, что непременно должен ее приобрести. Печально, но чем новее модель малинки, тем сильнее она греется. Если между первой и второй ревизией было несущественное отличие в температуре чипа, то между второй и третьей в два раза. В режиме ожидания чип выдает 80 градусов против 40 предыдущих. Огорчает то, что в принципе при 80 градусах работать можно было бы, если бы это не была критическая температура чипа. В итоге теперь получается палка на двух концах. На одной модуле Wi-Fi, Bluetooth и цена, как у ранних моделей. А на другой очень сильный перегрев. И соответственно необходимость накручивать охлаждение. Будем надеяться, что разработчики не были осведомлены о такой проблеме. В таком случае их можно простить. Но если они знали и несмотря на это все же решили выпустить такое устройство на рынок, тогда стыд им и позор. В то время, когда различные компании тестируют на дорогах Америки машины с автопилотами, Ford решила пойти немного иным путем. В компании просекли, что гонку технологий они уже проиграли. Но ведь только в основной. За вспомогательные механизмы пока что еще никто не брался. В частности в компании задались вопросом, а что будет делать человек во время езды. И ответ моментально пришел в головы инженера Ford. Смотреть фильмы, играть и сидеть в интернете. Поэтому первым делом идею решили застолбить. С помощью патента на всякий пожарный. А то вдруг кто-то потом из тех, кто в данный момент занимается разработкой автопилота, решит прикрутить в автомобиль средства развлечения. Вот тут они и столкнутся с компанией Ford. Теперь немного о патенте. Устройство, которое предлагают инженеры Ford, отчасти похоже на проектор. Соответственно, оно выполняет все те же функции, о которых вы и подумали. Показывает все, что душа пожелает. Фильмы, клипы. Играет музыку. Показывает картинки. Позволяет серфить интернет и играть. В общем, всем разработка хороша. Теперь по дороге на работу можно будет смотреть смешные видео с котиками на YouTube. Это ли не будущее, которого мы все так ждем? Кстати, о YouTube. Помните, года два назад, когда в сервис пришла система Content ID, огромное количество блогеров попало под удар правообладателей, для которых на тот момент законов не было. Хаус, правда, быстро успокоился, но только на первый взгляд. Блогер, которого в интернете знают как ностальгического критика, объединившись с другими людьми, сделал видео, в котором задался вопросом, где Fair Use, то есть добросовестное использование. Это закон, который защищает производителей контента от нападок со стороны правообладателей. Согласно Fair Use, вы имеете право использовать материалы, принадлежащие другим, если создаете из них развлекательные, либо обучающие материалы. В принципе, вся структура блогинга — это развлечение. Но почему-то правообладатели так не считают. Как заявил ностальгический критик, его видео банятся, деньги с них забираются, и при всем этом он даже не может иной раз подать апелляцию на возражения по авторским правам. Все потому, что законы YouTube не защищают блогера. После видеообращения ностальгического критика и других знаменитостей к руководству YouTube, дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. На днях было объявлено, что YouTube собирает команду, которая будет заниматься регулировкой проблем между создателями контента и правообладателями. Прекрасно, что на это наконец-то обратили внимание. Вот только, к сожалению, многие все равно относятся к задумке скептически и верят, что ничего ровным счетом не изменится. Компания Microsoft объявила, что с июня этого года прекратит поддержку приложения Skype для телевизоров со Smart TV. По их мнению, нужда в программе отпала из-за того, что в основном Skype используют на мобильных устройствах. Напомню, что Skype для Smart TV появился в 2010 году. За это время возможности мобильных устройств и интернета серьезно возросли. Людям больше нет нужды общаться с родственниками, сидя на диване перед телевизором. Гораздо удобнее им сделать это, используя смартфон. Пару раз тапнул по экрану и все, ты на связи. Жаль, что больше приложения Skype для Smart TV не будет. Времена меняются, потребности людей тоже. И к таким вещам, как сворачивание поддержки, надо привыкнуть. Хотя мне, например, перспектива использования Skype для общения на Smart TV нравится больше, чем на смартфоне. В общем, ждем июня, а затем устраиваем прощание по Skype для Smart TV. Это были все самые интересные и горячие новости прошедшей недели. Если вы хотите всегда быть в курсе всего самого классного из мира гаджетов, то подписывайтесь на инстаграм-аккаунт программы «Гаджет нижнее подчеркивание ЮТВ». Каждый день там будут появляться самые интересные и яркие новости из мира электроники, а также информация о темах грядущих выпусков. «Гаджет нижнее подчеркивание ЮТВ». Подписывайся и будь на волне прогресса. Думаю, у каждого из вас, уважаемые зрители, рано или поздно случалась ситуация, при которой вы теряли ключи и не могли их найти довольно долгое время. Хотя при этом они лежали, скорее всего, в одной комнате вместе с вами. Из такой ситуации каждый человек выходил со своим решением. Кто-то привязывал телефоны к ключам, например. Некоторые просто их держали на привязи, так чтобы в любом случае они не могли бы от вас улететь, например. Но в последнее время появилось довольно-таки простое решение, которое очень часто можно встретить на кассах крупных магазинов электроники. Они есть и у нас в Уфе, и продают они там вот такие вот небольшие штучки. Думаю, без объяснений уже понятно, что это за штука и для чего она нужна. Это Keyfinder. Брелок, который при воздействии звука на него начинает пищать. Причем очень долго и яростно, что позволит вам в любом случае найти потерянную вещь. Я не говорю, что его можно использовать исключительно для ключей. Его можно использовать и для других вещей, например, повесить его на пульт телевизора, который вечно куда-то пропадает. Или, например, на автомобильные ключи, или, например, на пропуск на ваше рабочее место. Вариаций использования у этого устройства великое множество. Как я люблю говорить, все зависит только от вашей фантазии. Но в данном случае мы будем тестировать это устройство с ключами. Это мои собственные ключи. Их, как видите, здесь очень много, и их потеря для меня стала бы сильным потрясением, потому что бегать и восстанавливать их я бы вряд ли бы смог. Их очень много. Вот. Не обязательно вешать это устройство прямо на ключе. Можно, например, повесить его вот сюда. На эту застежку. Вот и все. Теперь они неразлучны. Далее. Пока что устройство находится в нерабочем состоянии. Теперь нам необходимо его приготовить. Для этого просто щелкаем вот этот переключатель сбоку на устройстве. И как мы понимаем, что теперь оно готово к работе? А все достаточно просто. Нажимаем вот на эту вот кнопочку. Как видите, загорается красный светодиод. То есть устройство работает. Теперь давайте просто положим, как я это сейчас делал. Как же заставить его работать? А все довольно просто. Надо посвистеть. В инструкции к этому устройству четко и ясно сказано, что оно воспринимает только свист. Но иногда бывает, что оно срабатывает и на очень громкую речь, а также какие-то крики, звуки. Давайте же посвистим, хотя свистеть я не очень умею. Давайте еще раз, чтобы стало предельно ясно, как это все работает. Видите, оно не всегда срабатывает. Такие громкие писки, я уверен, вы услышите где угодно в квартире. Единственная проблема. Непонятно, а на какой дальности от этого устройства можно свистеть? Неужели вам необходимо будет бегать по всей квартире, чтобы только найти свои ключи? Причем, бегая по квартире, вы должны яростно свистеть в разные стороны. Причем довольно-таки хорошо. Вот я, например, свистеть не очень умею. На самом деле, именно так вам предстоит делать. Потому что устройство не всегда воспринимает свист с дальней дистанции. Максимальная длина, с которой эта пищалка услышит ваш свист, это где-то 5 метров. Если будете на большем расстоянии, то, скорее всего, оно вас просто-напросто не услышит. Знаете, мне хочется вскрыть это устройство и посмотреть, что у него внутри. Но прежде чем мы с вами это сделаем, давайте посмотрим на пару интересных концептов с порталов Kickstarter и Indiegogo, которые я нашел для вас на этой неделе. Поехали! Сейчас тяжело представить машину без телефона в ней. Мы с вами покупаем различные присоски и держалки, чтобы смартфон был на уровне глаз и к нему всегда был моментальный и легкий доступ. Потому что на нем мы смотрим карту, читаем сообщения, общаемся с другими водителями через интернет-рацию и так далее. Но, к сожалению, у всех присосок и держалок для смартфонов есть одна беда – их размер. С собой они занимают очень много места на приборной панели. А если у вас еще и смартфон большой, то все, ничего за такой конструкцией вы не увидите. Да и выглядит она, мягко говоря, неважно. Если вы считаете так же, тогда вам однозначно придется по душе такая разработка, как Tiny Sticky. Это маленький нетоксичный квадратик, выполненный из высококачественных материалов, который может приклеить одну вещь к другой. Разработчики напирают на его использование в машине. Но ваша фантазия не должна ограничиваться. Как насчет смартфона на холодильнике, чтобы он выполнял роль записной книжки или каталога с рецептами, или, к примеру, приклеивание держалки в ванне. Этот маленький квадратик способен выдержать полтора килограмма. Согласитесь, для такой разработки это очень хороший результат. К тому же Tiny Sticky можно использовать не один раз. Если его клейкие свойства ослабли, то достаточно промыть квадратик под водой и дать высохнуть. Все, после этого гаджет будет как новенький. Разработчики попросили за него на портале Indiegogo всего 500 долларов, а получили уже, понимание, 10 тысяч. Вот насколько сильно людям необходимы устройства такого плана. Ну что, давайте разбирать. Для этого у меня есть вот такая вот отверточка со сменными насадками. У нас здесь крестовые винтики. Находим нужный биток. Все остальное нам не надо. Приступаем к раскрутке. Отворачиваются они довольно-таки легко. Ну вот и все. Момент истины. Оу. Я, если честно, ожидал увидеть немножко больше, чем вот это вот. Здесь отчетливо видны две батарейки. Компаунт. Скорее всего, здесь может быть транзистор, либо микросхемка. Скорее всего, может транзистор, усилитель. Это кнопочка, светодиод. Но я уверен, что нужный нам компонент находится с обратной стороны платы. Поэтому надо ее достать. Как видите, делается довольно просто. Теперь у нас эта штука отходит. Кнопка, которая нам теперь пока что не нужна. И теперь достаем саму плату с обратной стороной нашего кейфандера. Сказать по правде, я немножко удивлен, потому что я не совсем ожидал, что приемник и передатчик звука в этом устройстве будет один элемент. Вот он. Он принимает наш свист и при этом сам же передает звук, с помощью которого мы и находим ключи. Ну вот и все тут, казалось бы, не так много, как хотелось бы увидеть. Зато мы утолили нашу жажду в знаниях. И теперь мы с вами точно можем сказать, из чего состоят такие небольшие устройства. И, в принципе, как они работают. В Уфимском НИИ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНИЙ В Уфимском НИИ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНИЙ представили прототип электроповодря для слабовидящих. Устройство, как нетрудно догадаться, служит для облегчения жизни людям, которые по разным жизненным обстоятельствам не могут полноценно видеть этот мир. Об электроповодря и планах на его распространение в программе «Гаджет» рассказали сотрудники НИИ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНИЙ. Ну, для начала используется ультразвуковой датчик на частоте где-то 40 кГц. Сам датчик состоит из двух элементов. Соответственно, один микрофон, другой приемник. Он посылает перед собой волны. Соответственно, встречая препятствия, начинает отражаться. В зависимости от того, через какое время пришла волна ответная, он определяет расстояние до объекта. На данный момент данный прибор работает от пары батареек. В дальнейшем планируется добавлять разнообразные модификации, то есть той же самой системы GPS-новедения, чтобы человек, который пользуется, мог ввести, куда ему нужно двигаться. И, соответственно, используя разнообразные трекинг-системы, ему подсказывало, куда идти. Данный аппарат пока что работает порядка 3-4 дней на аккумуляторах. В дальнейшем планируется добавлять разнообразные модификации, но это, как покажет клинические испытания. Сейчас мы на стадии изготовления, так скажем, доработки, во-первых, то есть дизайна технических параметров. Когда мы закончим с доработками, уже будем заниматься выпуском серийного производства. Вариантов для реализации масса. Начиная от розничной торговли до привлечения различных фондов поддержки слепых, то есть через фонды медицинского страхования. На сегодня это все. Надеюсь, эта информация окажется для вас полезной. Подписывайтесь на наш инстаграм-аккаунт гаджет нижнего подчеркивания UTV и будьте в курсе всех самых новых, интересных и удивительных событий из мира электроники. Ну а также не забывайте посещать официальный сайт для канала UTV U2U.RU и YouTube-канал UTV Russia. Там есть особый плейлист, где собраны все выпуски программы «Гаджет». Ну а мы с вами встретимся снова через неделю. До скорых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!